Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Слово искоренить подразумевает полное уничтожение чего-либо. В данном случае речь пойдет о полном уничтожении вредителей и болезней садовых культур осенью. На самом деле эту обработку нельзя пропускать, она считается самой важной в сезоне. Почему именно осенние, а не весенние? Отвечаю, все дело в том, что именно осенью враги сада находятся в максимально беспомощном состоянии и с ними соответственно легче бороться. Именно осенью сразу видно, какие у культуры заболевания, ведь все пятнистости видно невооруженным глазом, в отличие от весеннего и летнего периода. В этот период развитие болезни временно приостанавливается. Мхи, лишайники и грибки легко уничтожить, проведя искореняющую обработку. Большинство вредителей в это время попрятались в кору деревьев, и их также легко можно убить одной обработкой. Как правило, на выбор для искореняющей обработки у садовода 4 препарата. Это железный купорос, мочевина, медный купорос и бордоская жидкость. Концентрация данных препаратов высокая, 300, 400 или даже 500 граммов на 10 литров воды. Конечно, есть еще и другие хорошие препараты, но они не так популярны в силу более высокого ценника. Основной вопрос, который всегда возникает у начинающих садоводов, звучит так. Когда делать обработку и можно ли опрыскивать, если листва еще не опало? На эту тему существует два противоположных мнения. Одни говорят, что обрабатывать нужно только после того, как опал последний листик с дерева. Другие утверждают, что при обработке по листу мы захватим как можно больше вредителей, а самому дереву никакого урона нанесено не будет. Я же придерживаюсь золотой середины. Не рекомендую обрабатывать, когда листва еще зеленые. Это означает, что дерево еще растет, а молодые побеги недостаточно одеревенели. Но, как только вы заметили, что листья поменяли окраску на желтую или красную, это будет прямым сигналом к началу проведения обработки. Им она уже точно не страшна. Я вам даже больше скажу. Такая обработка ускоряет возревание лозы винограда, смородины и других растений. Но даже если вы провели обработку раньше времени, не пугайтесь, что листочки почернеют и опадут. Ведь именно такой эффект и должен быть. Листья должны сгореть, таким образом в следующем году будет намного меньше болезней садовых культур. Раньше по неопытности тоже проводила обработку раньше времени. Но, если честно, ни разу ни один молодой побег не почернел. Кроме того, поздняя обработка сада позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений. Лучше всего совмещать обрезку и обработку в один день, чтобы произошла дезинфекция и растение не болело. Важный момент для клубники и роз. Нельзя использовать ту же концентрацию, что и для обработки деревьев с кустами. Иначе высок риск того, что вся листва и даже побеги сгорят. Лучше всего эти культуры обрабатывать более слабыми концентрациями, а лучше всего для них использовать 1% раствор бордосской жидкости. Тогда листва и побеги точно не отвалятся. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok